В эфире День ТВ. Сегодня у нас в студии профессор Савельев, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН, доктор биологических наук. Сергей Вячеславович Савельев на этапе подготовки нашей программы мне сказал, что это будет один из самых концептуальных и прикладных его выступлений за все время, что он выступает на телевидении. А тема, на первый взгляд, мне так, по крайней мере, показалось, как-то вроде бы и не располагает к таким заявлениям. Какой была эволюция человека? Вопрос очень известный, широко исследованный, казалось бы, что тут может быть. Но в процессе разговора выяснилось, что на самом деле ждут нас на этом направлении очень многие интересные открытия. Ну а то, что дискуссия на эту тему еще идет, и, наверное, еще будет продолжаться, это мы все знаем. Вот посмотрим, какие знания из прошлого, из эволюции человека можно применить к настоящему, а может быть и будущему. Но раз эфир прикладной, значит, об этом и разговор пойдет. Сергей Вячеславович, вот, пожалуйста, сформулируйтесь, что за новый такой аспект в теории развития человека в эволюционном плане вы хотели бы сейчас нам рассказать. Я хотел бы рассказать о причинно-следственных связях эволюции мозга человека. А они все спрятаны в очень простых вещах. И первоначально, как мы с вами обсуждали, передача должна была называться «Еда и мозг». Да. То есть, как в эволюции мозга человека, какую роль, когда и как сыграла пища. То есть, это принципиальный момент, потому что, на самом деле, мы, если говорить более общо, мы, и не только мы, вообще все твари, населяющие эту планету, начиная от одноклеточных и, включая, начиная с вирусов, в том числе широко известных, и сейчас популярных, окончая нами и слонами, или там морскими млекопитающими огромными, многотонными, это все, на самом деле, энергетические машинки. То есть, вопрос весь сводится к энергии, к обмену и потоку энергии. Мы живем, пока через нас проходит некий поток энергии, но если его отключить, то есть перестать есть и пить, то все это очень быстро прекращается. То есть, конечно, мы живем не совсем по законам термодинамики, которые так любят физики порассуждать на эту тему. В узких рамках это работает. Да, действительно, это интересный подход, но бесперспективный. Он, в общем, ничего не дал. А глобально, если посмотреть на механизмы нашей эволюции, то это совершенствование нашего метаболизма благодаря тому, что отбор в эволюции осуществлялся по неврологическому принципу. То есть, впервые на человеке, собственно говоря, эволюция воплотилась в неврологических механизмах этой самой эволюции. То есть, она привела к тому, что наш мозг стал самым большим относительно нашего тела, относительные размеры, но при этом энергетически зависимым от мозга. То есть, наш мозг являлся ключом, который обеспечивал энергией наш организм. История, собственно говоря, всех животных на этой планете состоит не в том, конечно, чтобы брать и питать мозг, на кой он сдался. Есть же животные, которые прекрасно живут вообще без всякого мозга. Ну, в первую очередь, паразитические существуют. Одноклеточные? Самый явный пример. Одноклеточные. Я уже говорил об этом, и не постесняюсь повториться. Кишечные паразиты, которые живут среди еды. У них когда-то была нервная система. А потом очень многих видов она полностью. Деградировала. Да, потому что, ну, зачем, если ты живешь в банке с черной икрой? Какие проблемы, да? Какие проблемы? Цель-то, то есть, это говорит нам о цели. Зачем нервная система нужна, если мы говорим о питании? То есть, какая связь между мозгом и едой? Нервная система нужна, чтобы повышать метаболизм. То есть, обеспечивать едой наш организм. Зачем эта энергия нужна? Только для одного. Чтобы производить себе подобных. То есть, биологические организмы – это такая цепочка непрерывных, самовоспроизводящихся существ, достаточно сложных. И в этом отношении, если среда обитания идеальная, как в нашем же кишечнике для плоских червей, то нервная система не нужна. И так все хорошо. Размножайся и хорошо питайся. Зачем думать о чем-то, когда еды и так вокруг полно? Вопрос побольше потомков, чтобы эта цепочка не прервалась. Поэтому все, как известно, кишечные паразиты имеют гигантское количество потомков. А вот когда с этими потомками не так хорошо, и среда не такая удачная, то тут надо вертеться. А вертеться очень трудно, если ты как растение реагируешь в течение недели или двух. Тебе веточку заломали, и ты через неделю, значит, начинаешь почки пускать в другом месте. Растение, как раз, это очень медленная, адаптивная такая система. А животное – это быстрая адаптивная система. Но смысл тот же самый – погоня за пищей в той или иной форме, и ее трансформация в своих потомков. То есть накопление и перевод в генокопии. То есть это на самом деле размножение геномов, которые надо перенести собственные геномы в следующие поколения любой ценой. Ну, большинство людей тем же самым занимаются, в общем-то, даже не задумываясь об этом. Так вот, нервная система в этом отношении играла очень большую роль, потому что на протяжении миллионов лет головной мозг, нервная система совершенствовались как инструмент повышения этого метаболизма. Ну, примеров огромное количество. Если мы не будем брать беспозвоночных, чтобы не уходить в дебри зоологической эволюции, а остановимся хотя бы на позвоночных, то это сразу понятно. Посмотрите на рыб. В зависимости от того, за какой едой они носятся, какую еду они ищут, а какая у них и нервная система. Это логично. Да. Ну, там, например, известно, что парусники охотятся на очень быстро плавающих тунцов. Для того, чтобы разгоняться, им нужно парус использовать, чтобы их тело двигалось в пузырьковой камере, чтобы меньше сопротивления было воды. И тогда на рывке они самую быструю рыбу в морской среде, то есть тунца, смогут догнать и поймать. Что они делают? То есть, ну и зачем им в такой ситуации обоняние? Ни к чему. Зачем обонятельная система и, соответственно, эволюция этих парусников, там, голубого, черного, марлина и других прекрасных охотничьих, так сказать, трофеев? Она шла по пути развития зрительной системы, а не обоняния. Поэтому там ты смотришь на обоняние, там толстенный нерв, на нем сидит какая-то маленькая такая штучка, такой пузырек. Это и есть передний мозг. А наш передний мозг – это огромная конструкция, покрытая бороздами и звильными. То есть, мозг специализировался, к чему все это начал так издалека? Для того, чтобы решать биологические задачи питания. То есть, мозг – это инструмент для добычи пищи, которая нужна для самовоспроизведения, репродукции. И, наверное, для того, чтобы уклоняться от врагов. Ну, да, конечно, не размножься, если тебя поймали и съели самого. Это понятно. То есть, чем выше метаболизм, тем больше врагов. Ну, это понятно. Чем выше метаболизм, тем ты в том числе и вкуснее. Ну, это тоже понятно, потому что у тебя обменный процесс очень высокий. Собственно говоря, вот эта гонка бесконечная адаптивной эволюции и приспособление мозга к тому, чтобы добывать все больше и больше пищи и оставлять все больше и больше потомков, и сыграла с нами такую злую шутку. Значит, примерно во времена начала такого буйного расцвета цветковых растений, ну, те самые, которые образуют цветочки, которые продают во всех ларьках, женщинам вот недавно было 8 марта дарят. На самом деле, цветки, вы понимаете, да, это пиписки просто растительные. И когда дарят женщинам такие намеки ниже пояса, они почему-то все очень радуются. Это немножко странно выглядит для меня, но тем не менее, такая традиция есть. Это дарение пиписок в празднике растительных, это как-то иногда смущает, но очень забавно. Так вот, если говорить о такой эволюции нашей, то появление вот этих цветковых растений ознаменовало как раз, собственно говоря, появление такого отряда, к которому мы относимся, приматов. Почему это так важно? Что, до этого нельзя было? Нет, конечно, голосеменными тоже можно было питаться. Кто хочет, может погрызть шишки сосновые или ловые, кедровые даже и ничего. Но на этом, боюсь, не продержишься. Почему? Потому что растительноядные организмы, как известно, достаточно поехать в совседний совхоз или в частное какое-нибудь фермерское хозяйство, где очень хорошо видно, что растительноядные животные-то имеют тело большое, а мозги-то маленькие. Это известная парапорция, которая известна уже 200 лет. Диплодок. И все потешаются над этим, потому что, да, действительно, любые, не обязательно диплодок, это все-таки рептилии. А у млекопитающих обычно растительные одные формы имеют очень большое тело и очень небольшой мозг. И здесь, значит, в прошлом году была забавная история. Бразильские ученые, достаточно серьезные, решили посчитать дельту, то есть энергетическую составляющую в питании приматов. Я вообще очень люблю вот эту буквочку «Е», которая обозначает энергия, потому что не ответив на вопрос, откуда берется и куда девается энергия, ни на один вопрос вообще ответить нельзя. Ни в человеческой истории, ни в эволюции, ни в физике прикладной. И в экономике, я бы добавил. Вы совершенно правы. И в экономике тем более. То есть энергия, она всегда ставит на место всех болтунов сразу, если они не могут ответить на этот вопрос. Вопрос закрыт. Значит, вот они посчитали энергию. А в чем дело? Ну, у нас же сейчас, вы знаете, очень модно всякое сыроедение, веганство в разных формах. В основном, конечно, это принимает формы религии почти, потому что они как бы в это верят. Это хорошо очень. Я вообще поощряю разные религиозные формы развития такого теологического сознания, потому что это в результате эти люди перестают мешать всем окружающим. Они тихо грызут там сухую морковку. Но это мы отбегаемся от темы. Но это очень важная тема, потому что они посмотрели на горилл, которые, как известно, очень много потребляют растительной пищи. И посмотрели на их мозг. Они говорят, что для того, чтобы вот их мозг как-то улучшался или хотя бы содержать как человеческий, а мозг-то у них намного меньше, там в 20 с лишним раза, чем у человека, то надо, мол, где еще там за 700 калорий еще добавить, килокалорий. То есть большой расход. А они и так 80% времени, напомню, что в тропиках 12-часовой рабочий день, пока солнце встало и пока солнце село, они 80% этого времени вынуждены как коровы жевать. А вот если мозг увеличить, то они не смогут его прокормить. Ну, такой умозрительный эксперимент, который говорит об очень важном. Что растительная ядность, она сажает мозг всегда на голодный паек. У меня сразу по ходу вопрос возник. Надо ли понимать, что предки горилл когда-то ели мясо, тогда у них развился большой мозг, а потом они изменили рацион. Именно так. Примерно там где-то 6-7 миллионов лет назад, когда наши пути с гориллами, с шимпанзе разошлись, они пошли было по нашему пути. И могли, так сказать, превратиться в высокие личности, но этого не случилось, потому что, получив огромные преимущества большого мозга, они вернулись в исходную среду опедания и там, собственно говоря, законсервировались. Вопрос уточняющий. Их мозг стал уменьшаться или он просто не дошел? Просто стабилизировался. Мозг не уменьшается и не увеличивается уменьшение. Это уникальный случай, когда маленькая нервная система паразитических червей еще может как-то и тонеть к концу. Просто вы говорили, что уменьшался человеческий мозг в этапе революции. Нет, но человеческий мозг уменьшался в результате эволюции, которую мы контролируем в виде искусственного отбора. То есть мы просто выбивали всех головастиков и оставляли. Нет, нет. У них некому было этим заниматься. Но вот они, так сказать, были часть природы. Они просто шли по пути по-нашему как раз. Они прошли очень большой путь почти в 50 с лишним миллионов лет по пути приматов и нас с вами. Потому что за цветковыми растениями потянулись кто? Насекомые. Бабочки. За насекомыми, которые вкусными, кстати говоря. Многие приматы ими отлично питаются. Потянулись кто? Мелкие млекопитающие, мелкие рептилии и прочая всякая пищевая шняга, которую, собственно говоря, наши предки ели и специализировались на этом десятки миллионов лет. То есть они тоже шли по этому пути. Но 6-7 миллионов лет наши пути разошлись. Они приобрели очень большой мозг, достаточный на сложной и калорийной пище. И вернулись обратно в исходные условия, оказались там супердоминантами с таким мозгом, что, собственно, и обеспечило их выживание до наших дней. Так вот, возвращаемся. То есть принципиальное событие, которое привело к появлению вообще отряда приматов, это очень важный момент, это когда появилась пищевая база, и появился спрос на сообразительных приматов, живущих на деревьях, которые смогут эту пищевую базу осваивать. И они освоили такие ее. Гигантское количество приматов вместе с развитием, торжеством цветковых растений покрыло всю эту планету. Многие из них сохранились в достаточно примитивном состоянии сейчас. На Мадагаскаре, в Южной Америке, которые не дали никаких человекообразных обезьян, но, тем не менее, процветающая группа. То есть это первое революционное событие было очень важное. Освоение нашими далекими предками 60 миллионов лет назад цветковых растений, все, что с ними связано, их биоцинозов и с млекопитающими рептилиями из пищевой базы в виде насекомых, которая привела к появлению достаточно крупного мозга и сообразительных приматов, не очень совершенных, ну, как сегодняшние там мартышки. Лемуры. Лемуры, значит, там, пожалуйста, лемуры тоже. Которые, собственно говоря, дали вот этот толчок приматной эволюции. А что же произошло дальше? Дальше следующий принципиальнейший момент – это переход к бипедальности. Это опять пищевая история, связанная с тем, что вне везде, естественно, на планете, а в некоторых местах – это северо-восточная Африка, то есть сегодняшние Сомали, вот и так дальше, и южнее несколько – появились условия, которые сегодня ботаники, которые очень тщательно исследовали тот период, показали, что это были тропические, тропическая полуводная среда такая, в которой было что? На мелководье были, значит, соответственно, огромное количество цветковых растений и плодов, а на мелководье были массово беспозвоночные, которые жили на всех этих растениях. Вот наши с вами предки добились бипедальности благодаря тому, что они ходили собирать вкусненькое, то есть пытались питаться. А вода их поддерживала? Но вода их поддерживала, и отсюда бипедальность, чем дальше зайдешь на двух ногах, тем больше соберешь хорошей вкусной еды, легко доступной. В этот момент, обращаю ваше внимание, пищевой скачок огромный, огромный пищевой скачок, потому что неожиданно появился доступ к гигантскому количеству не только растителей, но и животной высоко калорийной пищи. То есть они смогли очень быстро превратить 100-граммовый мозг обыкновенной обезьяны, обыкновенного примата, во что? Почти в 300-граммовый мозг нашего архаичного предка. Сначала это был ордипитек, а потом уже австралопитеки. То есть бипедальность стала следствием погони за калорийной вкусной пищей. Она возникла как заход в воду, а потом, соответственно, поскольку на хорошей пищевой базе полуводной среды всегда процветают птицы, это значит... Ну, яйца, ну, понятно. Яйца, а что может быть вкуснее яиц? Например, мой попугай больше всего любит перепелиные яйца. Ну, как каннибал практически, он так злоупотребляет. То есть, иначе говоря, наши предки получили преимущество для выращивания, то есть начался искусственный, сначала естественный, а потом искусственный отбор, существ, которые могли содержать, благодаря своему высококачественному питанию, такой сложный мозг. Я говорил об этом. Там некоторые сейчас буржуи даже пишут о том, что до 20% в состоянии покоя. Ну, тут они немножко привирают. Больше 9-10% мозг в состоянии покоя не потребляет. Энергии человека добавим. Да, от всей энергии человека. То есть, вся энергия человека, если 100 ватт примерно, и опять-таки... Ну, понятно, да. То мозг – это 10 ватт. То есть, это очень много. А если, не дай бог, мы задумываемся при просмотре передачи... Уличится в 4 раза, да? Да, День ТВ. Неожиданно мозги начинают работать, то поднимается до 25 ватт. Это гигантское четверть всего, это очень много. Содержать такой мозг можно только с высококачественной пищей. И в этом был гигантский ступор, который возник тогда, когда наши далекие предки, еще времен австралопитоков, встали на две ноги, пошли. Эта пища замечательная была. Все хорошо. Там птичьи яйца, черная икра плавала вокруг в виде беспозвоночных. Ну, кто был на тропических болотах, тот знает, что это такое. Это все кишит внизу, все кишит наверху. Ну, там просто ужас, что творится. Переворачиваешь любой лист, и там, значит, внизу ешь не хочу. И отсюда зубы. Уже у австралопитеков такие же убогие зубы, как у нас. Ну, они не острые, не крепкие, иными словами, как вы говорите. Да, ну да, и с кариесами. Ну, то есть, все преимущества. Не без того. И очень быстро мозг увеличился практически там на 150-200 грамм. И уже стал таким, скажем, достаточно... Получил те преимущества, которые мы связываем уже с человеческим сообществом. Там сейчас последние работы прошлого года показали, что есть места, где уже возрастом 3,3 миллиона лет уже появились каменные орудия. То есть, это отодвинуто почти на 500-700 лет в глубину. Тысяч. Да, 500-700 тысяч лет. То есть, поскольку теперь считается, что примерно 3,3 миллиона лет назад появилась первая орудийная деятельность. Это принципиально. Потому что большой мозг позволяет много чего сделать. Начиная орудия, речь, те же самые наши великие классики, философия. Я не говорю, что, например, тот же Дарвин, такой натур, философия и теоретик большой эволюции. Он говорил, что вот за исключением речи, только пища сыграла ключевую роль в истории человечества. И дальше у нас такой возникает ступор очень хороший. То есть, где-то 350-550 грамм мозга. И дальше никак. То есть, довольно много тысяч, десятков тысяч лет. Это все достаточно консервативно. Люди начали расползаться из места своего первичного обитания. Но потом случилось то, что является, в общем-то, фундаментальным событием в истории человечества. Которым, я считаю, может быть, даже более важным, чем изобретение бумаги. То есть, началась обработка пищи с помощью огня. Это принципиальнейший момент. Экономия энергии. Да. Почему? Потому что... Понятно, да. Кто у нас ест самую калорийную и доступную пищу? Пауки. Ну, это понятно. Ну, это обыграно в фильме про властелин колец и прочее. Дело в том, что любой паук выращенный... Кстати, это очень удобно сделать. Можно взять такой поддон, заполнить водой, поставить бутылку. С песком туда воткнуть такую, на буквочку F похожие, палочки. И сверху сделать небольшой домик с темным. Посидит туда паука. Он построит паутину, особенно крестовики, они крупные. Может осажать мух, кормить его и наблюдать, как все это он делает. Почему, кстати, у него мозг не увеличился? Специализация. Насекомых так много. Слишком просто. Слишком просто добился результат. А то, как это ежи. Ежи появились в эпоху появления древнейшей насекомоядной млекопитающих. Покрылись иголками, защитились отечества. Это просто монстр, на самом деле. А дикобраз. Да. И на самом деле этот ежик – это пылесос такой страшный, который ест все, что пахнет едой, защищен. Но его мозг лисенцефален, то есть гладок. Он специализировал, все в порядке. Так вот, мы, собственно говоря, стали пародировать пауков. То есть, когда мы изобрели возможность пользования огнем, и там все не так просто. До сих пор считается очень многими, что в те далекие времена, когда появились первые признаки использования огня, это где-то полтора миллиона лет назад, то пользовались только природным огнем. Добывать не умели. Но при этом обработка пищи была принципиальной. Как только ее стали размягчать и обрабатывать, началось внешнее пищеварение, по сути дела, как у пауков. Они подбегают, кусают свою добычу, впрыскивают ферменты. И все там уже само переваривается. Она внутри переваривается, а потом они всасывают готовенькое. Вот мы, собственно говоря, пытались уподобиться паукам и начали с тепловой обработки пищи. Конечно, огонь получали из внешней среды и прочее, сохраняли как могли. И это был принципиальный момент. Как только началась тепловая обработка пищи, это не только мясо. Мясо – это принципиально. Нет мяса, нет ничего, там находили. Возрастом полтора миллиона лет в Южной Африке недавно, в прошлом, по-моему, году, нашли детеныша, которого должны было мать от, не мать от груди, ну, мертвого, естественно, там остатки скелета. Проанализировали, и оказалось, что у них там В6, В12 витаминов не хватает. Некоторых элементов, которые связаны с белковым, именно белковым голоданием матери. Ну, естественно, раз он был, так сказать, что называется, кормился грудью. То есть, это доказывает, это работа прошлого года, доказывает одно из веских доказательств, что их очень много, о том, что тепловая обработка активно использовалась. Я не говорю о том, что они огонь могли добывать, явно нет. Это было с природных источников получено. Но это был принципиальный момент не только для того, чтобы содержать большой мозг, но и выкармливать детенышей. Результат. Результат не замедлил сказаться. В результате этого всего дела мозг увеличился почти в два раза. Вот так, еще раз. Еще раз увеличился в два раза, как только началась обработка пищи, особенно связанная с теплом. И моментально уже у эриктоидов, то есть гомоэректус, человек выпрямленный, или то, что раньше называли пятикантропами, ну, не совсем верно, он стал разбредаться. Пища дала энергию не только для содержания огромного мозга, а перемещаться на огромные расстояния. Калорийность пищи позволила увеличить вдвое мозг. Это раз. Сразу способности подросли, сразу возникли подозрения о речи, сразу возникла очень хорошая каменная культура, обработка камня. То есть, видите, как получается, что мозг, с одной стороны, позволил воспользоваться огнем. Потому что, на самом деле, даже наблюдение за шимпанзе в полусаваннах в Африке, и таких работ довольно много, показывает, что они, в общем-то, огня не очень боятся. Они за ним наблюдают, могут предсказывать его движение, соответственно, обходить. То есть, суеты нет никакой. То есть, то, как дикие животные побаиваются, у обезьян этого нет. То есть, они явно знакомы с природными источниками огня и знают, как, скажем, избегать неприятностей. Но при этом только гоминиды стали обрабатывать. И вот расселение человека выпрямленного, то есть, гомоэректус, на огромных территориях нашей планеты, оно случилось благодаря двум вещам. Обработка, тепловая обработка пищи, увеличение мозга, он прибавил в росте на полтора-два фута. Это стал такой длинненький. А мозг у поздних орехтоидов вообще достиг килограммового, килограммовой массы, что, собственно говоря, уже сопоставимо с более поздними нашими непосредственными предками. То есть, это уже очень серьезное было существо. Хотел бы, может быть, добавить одну вещь и ваш комментарий узнать. В процессе вашего рассказа мне пришла в голову мысль. Так ведь еще и высвобождается много свободного времени. Поел, сыт, и можно думать, что-то изобретать. Ну, это потом сначала надо погоняться за самками, а потом можно уже... Сначала надо этот огонь как-то использовать, если уж на то пошло. Но вот уже не нужно целыми днями есть травоядную пищу, как... Ну да, по 80%. Как, наверное, раньше было, да? Нет, ну вот у нас пример прямо на глазах гориллы, о которых я говорил исследование, которое проводило в прошлом году. 80% времени они, как корову, пережевывают растительную пищу. То есть, это тоже аспект развития орудий труда. Да, конечно. Свободное время для творчества. Свободное время для того, чтобы... Это же не просто свободное, это способ придумать, как сэкономить энергию. Ну, прочему, да. То есть, ты повышаешь свой метаболизм, ты добиваешься больших результатов, и ты становишься, собственно говоря, более выживаемым видом. Да, все как лавина, цепляет одно за другое. То есть, вот это был второй такой суперважный, суперважный событий, даже третий. То есть, первое – это появление цветковых и млекопитающих, начало эволюции приматов. Второе – это бипедальность как следствие развития поиска пищи, пока еще не обработанной. То есть, это австралопитеки. Третий важнейший период, опять связанный с едой, – это возникновение эректоидов, то есть, эректусов с обработкой пищи на огне. И это было принципиальнейшее событие. То есть, собственно говоря, скажем так, предтеча нашего мозга – это поздний человек выпрямленный. То есть, это близкий килограмму, а иногда и перевышающий килограмм. Уже довольно большой мозг. У нас... Уже разумный человек в полном мире. То есть, есть шанс, что в тот момент могли появиться люди, сопоставимые с сегодняшними. То есть, уже был шанс. Но дальше принципиальный момент наступил намного позже. То есть, потребовалось практически чуть не миллион лет из пассивного использования огня. Доказательств того, что они сами могли добывать огонь активно, эректусы, нет. А вот примерно на рубеже 450-400 тысяч лет назад появляются не случайные следы кострищ. И это большая существует литература, в том числе и антропологическая, которая доказывает это. Это и археологическая, поскольку детально все исследовалось. Началось регулярное употребление огня и не просто его, значит, использование, но его добыча. Добыча, видимо, возникла чуть-чуть попозже, но примерно 450-400 тысяч лет назад стали обрабатывать пищу на регулярной основе. Это дало колоссальное преимущество. То есть, появились наши с вами непосредственные предки. То есть, неандертальцы и предки современного человека. Сапиенсы, сапиенсы. То есть, все. Как только пища, как они привязались к обработке пищи, они получили все гигантские преимущества. Да. И расселяться, что самое главное. Вселение, гарантирование выживания, в том числе в неважных условиях. Например, достаточно прохладненькой Европы. Во время времени оледенения никуда не девались. При этом нельзя говорить о том, что неандертальцы были какими-то тупыми, а мы такие были острые. Ну, уже теперь это стало, наверное, общим местом, что неандертальц был недооценен раньше. Да, да. Там много, в том числе сейчас последние, там некоторые исследования двух-трехлетней давности, они показывают, что позапрошлого года или прошлого даже, о том, что они использовали то, что сейчас используют ловкие американские десанты-диверсанты. То есть, у них вот эти, не спички же используют, а используются там. Огниво. Огниво, да. Вот они использовали, причем добавляли туда, для получения огня, магний. То есть, соединение натирали с его содержащей, что понижало температуру восплыведнения с 400 до 200 градусов. Все это найдены следы, как они натирали, все это очень подробно исследование. Рентгеновская микроспектрометрия показала, что да, это они использовали, что позволяло им вообще на раз получать этот огонь. Ну, это как в свое время была революция, связанная с тем, что думали, что, значит, эти во времена Палеолита там каждый наконечник стрелы, и он был ценен, как Зеницов. Какой он ценил? Я сам был на этих местах находков. Из моря, да. Да, этих нуклеусов, когда заготавливался такой нуклеус, то есть, заготовка, из которой сделали разные оружия. Там человек пустил стрелу, улетел она куда-то, там он взял, отжал, за 10 минут сделал новую. Вообще проблемы никакой. Медик было много, на самом деле, доступно. А чипы, вот эти каменные использования, а потом уже металл, то есть, это не та проблема, которую возносили там в ранг высочайших достижений человечества. Так и с пищей. И вот примерно 200 тысяч лет назад началась вот эта самая сверхинтенсивная обработка пищи. То есть, когда стали обрабатывать все, и растения, и мясо, естественно, и рыбу, и беспозвоночных, и все, что угодно. И в этом отношении, в общем-то, многие вещи до сих пор еще недооценены и не совсем поняты. Это недавнешняя работа, прошлогодняя, которая показала, что следы крахмала возрастом от 120 до 65 тысяч лет уже были найдены на стоянках. Как их использовали? Ну, то есть, это следы крахмала, это говорят, что тепловая обработка достигла такого совершенства, что можно было получать крахмал, по сути дела. То есть, так вываривать, так разваривать клубни, что это даже сохранилось в истории. То есть, это был побочный продукт. Побочный, конечно. И как-то не для каких-то целей. Но крахмал – это бесценная вещь, потому что все-таки у нас источников сахара не так много. Ну, вот я уточняю. Это для сахароза. Сахар – это основной источник питания мозга. У нас, как известно, почему мы любим там закусить печень ухачана и место, куда скапливают всякие токсины. Потому что там есть гликоген. А гликоген, как известно, расщепляясь, дает много моряков сахара. Поэтому мы любим побаловаться печеночкой. То же самое в мясе тоже гликоген накапливается. Тоже бесценная вещь, источник сахара. Потому что сахар – это основной источник энергии для головного мозга. И поэтому такая специализация кулинарная, она очень важна. И даже есть теория. Она возникла лет 20 назад о том, что вообще человечество, особенно позднее развитие, то есть имеется в виду начало, конец каменного, начало обработки металлов, оно крайне важное в связи с тем, что обработка пищи. И здесь еще одно интересное совпадение. Оно странное, его так не видят в обсуждении. А на самом деле оно играет принципиальную роль. Дело-то в том, что если мы посмотрим на сложные формы обработки пищи, то нужно в чем-то пищу обрабатывать. Я все ждал, когда вы скажете про котел. Да, значит, дело в том, что нет, но можно и без котла. Как известно, когда европейцы стали осваивать Америку, они увидели, что там культура… На камнях, понятно. Нет, у них культура камневарения. На камнях, да. Нет, они просто растягивали шкуру, нагревали камни, бросали туда. Да, да, на камнях. Сейчас это в Монголии до сих пор практикуют. Любимая еда – это взять 40-литровый алюминиевый бетон, положить туда кусочки баранины, всякой травы и прочего, и набросать туда раскаленных камней. Это монгольская, традиционная монгольская пища во всех экспедициях. Все, кто там бывал, знают, что это используется очень широко. То есть, такое камневарение, как явление, оно было распространено по всей планете. Но принципиальный момент произошел как раз во времена, собственно говоря, исчезновения неандертальцев. Это появление керамики. То есть, вот когда появилась керамика, то есть, когда появились сосуды специализированные, которые стали использовать не столько для ношения воды, в этом не проблема. Для варенья. А именно тепловая обработка пищи. Причем это совершенно новый уровень обработки пищи. Это не дичайшим способом на палке шашлык зажарить. Это, конечно, дикарство такое приятное иногда. Но здесь-то совсем другой уровень обработки. Что медленное переваривание – это как раз имитация ферментов этого самого паука, который впрыснул свои пищеварительные ферменты. И как только исчезли неандертальцы, я думаю, что они исчезли из этой конкуренции. Мне кажется, что… Ну, это моя точка зрения, ее археологи проверят лет через 50. Я думаю, расковыривая все новые и новые находки. Что быстрее всего причина высокой конкуренции была не только в том, что наши предки жили большими популяциями, которые могли легко уничтожить. Кооперироваться. Да, кооперироваться, уничтожать неандертальцев легко достаточно. А еще и в том, что они изобрели, создали керамическую культуру. То есть стали создавать емкости, в которых можно было температурно долго обрабатывать пищу и добились высокого уровня внешнего пищеварения, по сути дела. А неандертальцы не могли это перенять? Неандертальцы могли, наверное, перенять, но не успели. Они сами были довольно вкусные. Поэтому мы, если говорим, то принципиальный момент – это совпадение. Опять усложнение, обращаю ваше внимание, уже четвертый раз событие это происходит. Усложнение глубокой обработки пищи приводит к тому, что у нас появляется ресурс, который делает возможным работу большого мозга. Здесь есть несколько загадок. Почему? Потому что вот когда появилась тепловая обработка пищи, я имею в виду там 400 тысяч лет назад, такая регулярная, то в этот момент начал очень интенсивно увеличиваться мозг и неандертальцев, и наших предков непосредственно. И к моменту, собственно говоря, формирования сегодняшнего анатомического человека и неандертальца, и то, что называли раньше карманьонцев, кстати, пересапиенсом, сапиенсом, мозг был одинакового размера. Даже больше у неандертальцев я слышал. Да, чуть-чуть больше даже у неандертальцев. Ну, поскольку статистика все-таки не такая развитая, но достаточная, чтобы сделать такие выводы. В общем, был как минимум равен, а то неандертальцев. А по конструкции? Ну, по конструкции мы видим только слепки. И у тех, у других. Предположений пока нет, да? Предположения есть, но они очень такие, надо каждое слово обосновывать. Поэтому лучше оставить там отдельный разговор. Ну, по крайней мере, по интеллектуальным способностям, если так. Да, они явно были очень близки. И вот этот рост за 200 тысяч лет, увеличение такое мозга, оно явно связан с совершенствованием обработки пищи на огне. То есть, это ресурс, который использовали и одни, и другие. Вот как они использовали его, это непонятно. Потому что они пришли к появлению современного человека с равными массами мозга. С равными. То есть, видимо, и те, и другие. Или там было камневарение, от которого ничего не осталось. Или какие-то другие приемы, неведомые нам на сегодняшний день. Но, тем не менее, они были. Потому что, я не знаю, может быть, там керамика возникла из традиционной голубиной закуски в Сингапуре. Там так готовят хорошо. Птичек. Они берут голубей, дальше, что их так, потрошат, ощипывают, не ощипывают, прям с перьями, закатывают в глину. Хотел только поднять эту тему, но вы прям вот опередили. Потому что у меня возникла мысль, пока я с вами беседовал. Есть же известный прием – обмазать какую-нибудь еду глиной, подождать, пока это все закостенеет, и на огонь. Но тут полшага до того, чтобы создать вот этот сосуд, скопировать его, и уже, наоборот, внутрь класть. Конечно. Да, ну, полшага, да. То есть, я думаю, наверняка в этом дело, но вы уж первый сказали. Нет, ну, я просто вспомнил, что по вкусу эти голуби чрезвычайно хороши. К тому же, ощипывать их не надо, открываешь глину. Да, все сразу снимается. Я видел не на примере голубей, но это же известный прием в разных регионах нашей планеты используется. Да-да-да, очень интересный. Там и шерсть хорошо прилипает. Очень интересная версия появления керамики. Да, вполне возможно, что именно из этого. Потому что просто так керамика на пустом месте возникнуть не могла. Да, с чего бы, да, абстракция такая большая. Да, с чего бы это все вдруг так началось активно, поскольку не на пустом же месте. Вот мы знаем керамические находки последней работы, там, 28 тысяч лет назад точно. Уже неандертальцы практически исчезли. То есть, это как бы совпадает. Но я думаю, что это было с некоторым опережением. Просто мы следов пока не видим. Ну, в Испании-то они еще продержались некоторое время. Поэтому в любом случае с опережением. Да-да, наверняка с опережением. И я думаю, что и те, и другие как раз перешли к приготовлению пищи с помощью такого обмазывания. Очень-очень логично. Нам надо поискать. Это к археологам, в первую очередь, вопрос. Ребята, вы же способны там все, вы любите все просеивать через ситечко для чая. Ну, вот займитесь делом, поищите. Должны быть какие-то следы до керамической обработки пищи вот с помощью таких приемов. Наверняка. К сожалению, я таких работ не знаю. Очень сложно. Я догадываюсь, почему сложно. Наверное, вот с чем дело. Ну, обмажешь ты вот эту вот птицу глиной. Ну, не будешь потом сохранять эти черепки. Ну, снял, выкинул. Они разрушились. Ну, человеческая культура вообще вся построена на мусорных кучах. Я сам такие кучи разрывал, когда вот строили на Сахалине вот этот знаменитый газонефтепровод «Сахалин-2». Я там был и проехал по всей территории. И дело в том, что там было серьезное, очень археологическое исследование. Почему? Потому что там нашли несколько десятков, чуть не сотню стоянок полиолитических, где полно было полиолитических орудий разных. Там скрипки, ножи, стрелы. Очень совершенно. Это был какой человек? Наш? Это уже были наши современники, но там куча огромной вот этого мусора, куда они выбрасывали. Кстати, вот эти кучи нам говорят много чего, например, про пекинского человека, про каннибализм, про обработку. Кстати говоря, вот гомоэректус китайский. Китайская работа вышла тоже, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Очень подробная, хорошо сделанная. Когда они анализировали как раз пищевые кучи, показывали, что уже эректоиды на территории современного Китая, эректусы, это первые волны миграции вообще человечества, что они уже пользовались огнем. И именно вот эти вот кучи пищевые, остатки пищи, то, что выкидывали там ненужные, орудия испорченные, еще что-то, всякие косточки и прочее, прочее. Я знаю специалистов, которые на этих костях сидят всю жизнь и изучают животных, которые там поедались. Там же были найдены и обработаны огнем. То есть там костный мозг высасывается, там любят выедать не только мой попугай из куриных косточек, но и наши дорогие предки. То есть здесь все очень серьезно. То есть вот принципиальные события. То есть у нас, к сожалению, мы мозг содержать, ползая по саваннам и собирая корешки, не сможем. Он слишком большой и слишком сложный. Это лишний раз говорит, что все эти завиральные теории о том, что человек спустился с деревьев, плюнул на цветковые растения, ушел в поле, значит, мол, для того, чтобы его быстро поймали какие-нибудь гепарды. И потом питался корешками. Но это, конечно, нелепость. Потому что большой мозг появляется только тогда, когда у вас есть избыток пищи. И если до 300 грамм он дожил в райских условиях, в райских условиях, когда идеальные климатические условия, идеальное изобилие пищи во времена появления австралопитеков, то затем принципиальные шаги связаны с налаживанием новых уровней обработки пищи. То есть кулинарная теория в этом отношении вполне верна и имеет место быть. Мы можем уже переходить к каким-то практическим выводам? Или нужна еще предварительная какая-то подготовка? Мне кажется, мы уже достаточно заморочили голову слушателя. Интригу нагнетает. Интригу. А что же это для нашего дня-то? А для нашего дня это очень важные вещи, очень серьезные. Потому что если мы говорим о том, что для нашего мозга принципиально важен энергетический обмен, то мы обращаемся к настоящему. То что, собственно говоря, о чем бедное человечество сейчас, чем оно занимается? А оно все занимается все тем же. Оно чего хочет? Оно хочет поесть. Оно хочет поменьше работать и побольше энергетически потреблять калорий. Очень хорошее желание, я скажу. Да, очень хорошее желание. И мы видим вот сейчас всякие там французы в этих жилетках бегают. Что они хотят? Они хотят денег. Но это всем понятно. Все хотят денег. Но деньги-то им зачем нужны? Ну, чтобы поесть и придаться традиционным биологическим удовольствиям. То есть размножиться. То есть на самом деле, если вот мы представим с вами, сделаем умозрительный эксперимент. Что вот мы отказываемся от всяких социальных условностей и переходим к искусственной эволюции человеческого мозга. И берем и делаем выжимку. Из наших стратегий поведенческих. И к чему же мы приведем? Вот сейчас все занимаются у нас созданием, корректировкой конституции. А что такие конституции во всем мире? Я не про нашу даже говорю. Что это такое? Это инструменты, гарантирующие качественную еду и условия выживания населения. Больше ничего. То есть наши предварительные договорились о том, что мы собираемся в большую кучу. Зачем мы собрались в большую кучу? Это было ясно. Это многократно описываю. Для того, чтобы добывать пищу вместе удобнее. Сначала ловить, душить и делить. Потому что кому-то да попадется. Как сейчас дикие племена это делают. А потом, когда началась обработка земли, кстати говоря, отмечаю, что это опять совпадает с интенсивным ростом мозга. То есть как только у нас появилось гарантированное воспроизводство сельскохозяйственной продукции, то есть сельское хозяйство, оседлые. То есть выращивание хотя бы избытка белка растительного, на котором легко вырастить животных. И таким образом получить и растительный, и животный белок. Так сразу начался великий прогресс человечества. Появились деревни, города и так дальше. То есть человечество на самом деле завязано на вот эту пищевую систему. Поскольку только она позволяет заниматься чем-то, кроме добывания пищи. То есть наш мозг начинает заниматься другими вещами. Для этого надо освободить. Мы не можем жевать по 12 часов в сутки, травку скубать, чтобы думать, это невозможно. Поэтому сыроедение, я и в чем говорю, это хорошая вещь. Поскольку она отвлекает людей от всяких мыслей. Потому что белка не хватает, работы не хватает. Вот представим себе, что мы абстрагируем такую систему. И создаем такую универсальную конституцию для гомосапиенсов. Представьте себе такое. Много ли в ней будет пунктов? И много ли в ней будет таких принципиальных позиций? Немного. Я набросал такую конституцию, которая предназначена для гомосапиенсов. Вот она. Она очень маленькая. В ней всего 5 пунктов, которые отражают нашу эволюцию. Значит, вот смотрите, как можно спрогрессировать наше человечество. И решить заодно его все проблемы. В том числе и перенаселенности. Избытка пи, недостатка пищи у одних и избытка пищи у других. Значит, смотрите. Конституция для гомосапиенсов. Я промою горло. Значит, первый пункт. Государство обеспечивает гражданам право на пищу и ее прием в комфортных условиях. Видите, здесь сразу все у вас. И еда, и место, где вы будете есть. И все остальное. Не надо уточнять. Там много законов есть. Значит, второй пункт. Государство гарантирует гражданам право на размножение и лимитацию этого занятия в автономной среде. Особенно имитация звучит. Ну, а что делать? Не всегда же получается. Ну, скажут, ну, вот вы спариваетесь, а где результат? А многие говорят, а у нас не получается. Ну, имитация, да. Ну, имитация. То есть, ну, телодвижения-то все сделаны. Человек поработал как мог, но не получилось. Так бывает. Ну, вот это второй пункт. Видите? Третий пункт. Очень простой, кстати говоря, который решит проблему медицинского обслуживания, образования и прочих всяких забот государством, которые уходят много так денег. У нас же все конституции западных стран, смотрите, высоко социализированные, они же построены на том, чтобы обеспечить минимальные приемлемые социальные условия. Поэтому третий пункт простой. Государство обеспечивает граждан ресурсным ежемесячным доходом в эквиваленте стадневного рациона одного человека. То есть, это тот самый ресурсный доход, который предлагался в начале нулевых. И он, как помните, предлагался тысячи долларов на нос в месяц. Если это раздавать, то не надо тогда делать бесплатную медицину, бесплатную образование. Человек сам поступит, чего хочет. Ну, и, конечно, четвертый пункт. У нас же достоинства всякие. Обязанности не бывают. Значит, гарантии без обязанностей. Ну, граждане обязуются платить 10% от всех доходов, кроме ресурсного. А задолжавшие отдают не более 50% от ресурсного дохода. Вот вам, пожалуйста, развитие экономики. Хотите частный бизнес, хотите рискнули, но все равно не умрете. У вас будет для первого и второго пункта достаточно еще средств. Ну, это то, что, по-моему, называлось словом «коммунизм». Ну, почти. Осталось только последнее. Последний пункт, пятый. Больше нет. Работа государства осуществляется. Вот здесь. А добровольная основа? Нет. Пожизненными чиновниками. А, ну да. Ну, логично, да. Пожизненными... Работа государства осуществляется пожизненными чиновниками, которые отзываются методом декапитации при утрате тысячедневного рациона одного человека. Вот вам будут социальные лифты. Вот вам будут перспективы для молодежи. И я вас уверяю, будет намного меньше воровства, потому что метод декапитации, он очень убедителен. Особенно, когда происходит публично. Вот такая маленькая конституция. И вот теперь скажите, с такой конституцией можно проиграть хоть какие-нибудь президентские выборы? Да я подумал уже на эту тему, вы думаете, я не подумал. Ни одни президентские выборы, или даже какие-то более мелкие, проиграть нельзя. Потому что кто откажется от того, чтобы тебе создали условия для того, чтобы поел? А потом размножился. И потом еще деньги остались на мелкие развлечения. Потому что сейчас же у нас происходит развитие компьютерных технологий. Искусственный интеллект, так называемый, которого пока нет. Ну, неважно. Представьте себе, вот сейчас возьмут, сделают автомобили, которые будут есть без водителей. Куда вы денете несколько миллионов человек? Ну, это проблема, о которой много говорят. Так вот, пожалуйста, то есть ресурсный доход на 100 дней поесть. Ну, в эквиваленте. То есть, пожалуйста, есть масса проблем, которые автоматически решаются. Но самое главное, что появляется, мне, как человека, интересующийся процессами эволюции человечества, появляется инструмент для этой эволюции, совершенно иной, который не контролируется чьими-то интересами. Понимаете? Потому что человек скажет, ну, он скажет, что нет, ну, ты вот не будешь убивать себе подобных, мы тебе денег не дадим. Он говорит, да не давайте. У меня и так все есть. У меня и так все есть. То есть, понимаете, получается вопрос, а тот, кто не хочет ничего делать, да, ну, хорошо. Для многих людей, как вы знаете, и собственной жизни, очень важно, чтобы ряд людей вообще ничего никогда не делал. Вреда будет намного меньше. То есть, вот давайте дадим вам достаточно ресурсов, чтобы они ничего не делали. Потому что они социально опасны, если они начинают что-то делать. Потому что они не только разрушают вокруг себя, они еще и вызывают катастрофы вокруг себя. Что-то мне эта конституция очень напомнила времена Рима, периода расцвета. Но такие мысли приходят всем, когда есть время. Но я также помню, к чему это все привело. Но это ли, с другой стороны. Но это немножко другая ситуация. Тогда скорость обмена информации была очень низка, а искусственный отбор был очень локализован. А сейчас искусственный отбор с развитием средств коммуникации очень интенсифицируется и становится все более равномерным. Этим надо воспользоваться. Мне кажется, что хороший инструмент, если такая штучка, будет применена для всех. Сергей Вячеславович, возник у меня вопрос, и не один по ходу разговора. Давайте вернемся к той части разговора, когда вы говорили, что предок человека нашел новый ресурс для питания. Это питание, связанное с мелководьем и с большим количеством белковой пищи, как я понимаю. Казалось бы, по логике вещей наоборот, здесь бы и развитие мозга притормозилось. Но все есть. Но оно и притормозилось. Примерно, с моей точки зрения, на 10 миллионов лет. Из-за этого как раз? Из-за этого, потому что все было. И поэтому зубная система сильно изменилась в худшую сторону. То есть, ну, стала практически нашей. Потому что пища калорийная, пережевывать не надо. Но зато произошло ряд изменений. То есть, у женщины исчезли циклы. То есть, вот такие имеется в виду сезонные, как у животных. То есть, стали просто месячными циклами. Что получило, дало преимущество при продукции. Во-вторых, люди, я думаю, что в тот момент, наши далекие очень предки, появилась та самая социализация, которая в избыток пищи порождает, как известно, не только праздность, но и индивидуальную конкуренцию. Ну, потому что, посмотрите, какой-нибудь ночной клуб проанализируйте, в который собираются самые богатые люди, например. Америки, Российской Федерации, какой-нибудь там, Швейцарии, Бельгии, куда они собираются со всего мира. Что там происходит? Вот им не надо ничего. У них там, ну, плюс-минус там, Ламборджини от Феррали из Бугатти не сильно отличаются там, по сути-то дела. Цена примерно такая же, бешеная. Но при этом они начинают индивидуально конкурировать. Они приходят в этот клуб и начинают совпендриваться там самым экзотическим образом. Как только достаточно всего, так что человек не может, не знает, чего желать, то, значит, он начинает индивидуально конкурировать. Там строить гигантские яхты, там как-то особым способом доказывать свою исключительность. И это очень хороший инструмент эволюционный. Когда у наших этих далеких предков был такой избыток разнообразной пищи, началась индивидуальная конкуренция. А индивидуальная конкуренция – это путь к полиморфизму мозга. То есть это подхлеснуло все-таки мозг? Это, конечно, это подхлеснуло. Это медленно развивалось, но благодаря этому… Все развивалось. Да, развивалось. Изменчивость гигантская мозга нас потом спасла, когда рай кончился. Когда кончилась избыточная пища, там морская такая-сякая, климат изменился. Но из-за огромного разнообразия мозга, поскольку вы знаете, что если брать идеальные условия, то там выживают все животные. А если очень жесткие, то только самые приспособленные. Понял. Из-за того, что не было узкой специализации… Да, совершенно верно. Выжили, как я понимаю, по вашей точке зрения, те, которые смогли приспособиться уже к изменившимся условиям. Да, да. То есть возник такой полиморфизм, когда условия рухнули, оказалось… Но кое-кто выжил. Но кое-кто выжил. 90% погибло, это понятно. Да. Потому что изменение условий. Теперь понятно, да. Здесь нет неувязки. То есть здесь всегда надо искать, а из чего потом следующая генерация приспособленных по-другому существ появится. Из-за чего? Естественно, что чем выше полиморфизм, то есть изменчивость индивидуальная, групповая и так далее, тем больше шансов, что у кого-то найдется такой мозг, такое строение мускулатуры, зубной системы, которая приспособится к новым условиям. Поэтому я все время говорю, когда говорю о человеке, в чем ценность нации, расы, народов. Надо беречь, как зеницу ока, наше национальный этнический полиморфизм. Потому что это та библиотека свойств, которая позволит в будущем, когда будем осваивать космос, там еще что-то, решать любые проблемы, подбирая конкретным задачам людей, которые уже этим свойством обладают. Вот заканчивается наш эфир. Есть один вопрос, который я хотел бы задать, и я его успею задать, и надеюсь получить ответ. Из разговора с вами сложилось впечатление, что вывод такой. Что сейчас человечество вновь подходит к тому периоду, когда всего достаточно. Ну, понятно, что это с оговорками и так далее, но уж по крайней мере не то, что было в 18 веке, в 19 веке, когда реально голод, смертельный голод. Чуть не до каннибализма доводил. Да, ну, постоянная. Ну, имеется в виду не каждый день, но циклами урожая, не урожая. Сейчас мы постепенно отвязались от такой жесткой зависимости от природы. И мы, фактически, получается, возвращаемся на новом витке истории, как говорят, к тем же временам и тем же условиям. С оговорками, со всеми делами, все понятно. Какой из этого вывод для будущего? Для будущего вывод только один. Если мы сохраним полиморфизм мозга большой и не будем людей загонять под одну линейку, то есть, на самом деле, упрощая их конструкцию, как это было в Европе на протяжении тысячи лет, что привело к катастрофе, уменьшению мозга. Если мы не будем ставить социальную адаптацию во главу угла, вот так или иначе, который приведет, естественно, к выбиванию всех талантливых, умных, оригинальных, непохожих, необычных людей, то мы сохраним потенциал для развития человечества. Если мы всех заровняем, то есть, как любят говорить европейские псевдополитики и псевдогуманисты, сварим всех в одном котле, мы таким образом уничтожим будущее человечества. Сергей Вячеславович, я считаю, что тема, которую вы подняли, имеет потенциал, ну, как минимум, для одной дополнительной передачи. Уважаемые зрители, если вам понравился этот эфир, пишите в комментариях, пишите, хотите ли вы продолжения. Не все, далеко не все, что я хотел спросить у Сергея Вячеславовича, удалось задать. И я думаю, Сергей Вячеславович далеко не все рассказал. Пожалуй, это начало интересного долгого цикла передач. Но это решать вам, делать ли цикл передач, отталкиваясь от этой темы. Потому что, мне кажется, эта версия, эта гипотеза действительно имеет такой потенциал для того, чтобы разрабатывать ее. И вот у меня возникла мысль во время разговора, но я не могу ее сейчас сформулировать в виде вопроса, потому что ответа я не получил, время вышло. А не могут ли мировые элиты использовать эти знания для манипулирования общественными процессами? А если могут, то как? Потому что очень серьезные, мне кажется, здесь были сказаны слова, несмотря на то, что многое говорилось шутливым тоном. В общем, уважаемые зрители, еще раз вас призываю отреагировать в комментариях, хотите ли вы продолжение или не хотите. И если хотите, мы сделаем и вторую передачу, а там, может быть, и третью. Итак, в студии был профессор Сергей Вячеславович Савельев, я ведущий Денис Коптарь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!